В Саратовской области подвели итоги диктанта Победы. Эта акция впервые прошла 7 мая во всех регионах нашей страны. В Балакове диктант писали на двух площадках. Свои знания проверяли представители администрации, учителя, журналисты, активисты. Присоединились к акции и десятки Балаковцев, для которых День Победы – это действительно праздник памяти. Итоги диктанта стали известны в не менее важный день. 22 июня – это особая дата в истории нашего государства. К сожалению, не самая радостная, а, наверное, одна из тяжелых страниц нашей истории. На многих площадках нашей области, во всех муниципальных районах, проходят мероприятия, акции памяти тем, кто, не задумываясь, в этот день стал на защиту своей родины, своего государства. И чем дальше нас отделяет премия от этого дня, тем больше мы понимаем, насколько важен мир на территории России. Всех участников из Балакова, которые набрали 20 баллов, отметили дипломами на свече памяти. Ну а троих региональных победителей поздравили в Саратове, в музее на Заколовой горе. Среди них и балаковец Евгений Быстров, который ответил на все вопросы почти за 6 минут. Быстрее всех остальных участников. Определенные сомнения не всегда есть, они должны быть, должно быть какое-то волнение, потому что это подстегивает, это стимулирует. Шел я с позитивным, конечно, настроем, потому что было интересно, очень, я считаю, такая важная акция, и как популяризаторская, и опять же, как вот сейчас вот очень грамотная была задумка, как определенный челлендж такой, то есть вызов, нужно было действительно вспомнить какие-то вещи, которых, может быть, мы не так часто, к сожалению, вспоминаем. Поэтому настрой был очень такой, во всех смыслах, боевой, да. Отвечать на вопросы Евгению не привыкать. Он организует в нашем городе интеллектуальные игры, поэтому может оценить сложность вопросов на диктанте победы. Вопросы были очень разноплановые. Мне запомнились вопросы, которые были вот именно по сфере культуры, потому что не так часто, к сожалению, тоже они бывают. Когда есть задания по Великой Отечественной войне, обычно это задания, которые непосредственно с боевыми действиями связаны. А тут вот авторы очень здорово подошли, мне кажется, они расширили горизонты. То есть были вопросы про произведения, про книги, про фильмы. Мне кажется, это очень здорово. Кроме этого, во время церемонии отметили и руководители исполнительного комитета Балаковского отделения партии «Единая Россия» Олега Удилова, который стал организатором акции на Балаковских площадках. Было очень приятно видеть, что люди, которые приходят участвовать на это мероприятие, они абсолютно разных возрастов. Символичность акции была подчеркнута. То есть диктант «Победы» мы написали в преддверии Дня Победы. В День России 12 июня мы узнали свои результаты. А в День памяти и скорби, тоже в такой значимый для нашей истории день, мы приняли участие в награждении. Всем региональным победителям диктанта «Победы» вручили дипломы и книги по истории. Лучших отметили в Москве. В их числе и преподаватель истории и общества знаний из Вольска Наталья Серяева, которая стала федеральным победителем диктанта «Победы».